Очередной сборник фраз, изречений, комментариев и просто интересных фактов. Люди – странные существа, гадости делают друг другу, а прощения просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик. Если у тебя проблема, попробуй ее решить. Не можешь ее решить, тогда не делай из этого проблемы. Будда. Будда не был буддистом. Иисус не был христианином. Магомед не был мусульманином. Они были учителями, преподававшими любовь. Любовь была их релитией. Планете необходимо глобальное потепление сердец. Лучший дар, который вы можете принести человечеству – это улучшить себя, стать лучше, чем вчера. И улучшенное пространство вокруг нас станет даром для других. Сделает лучше тех, кто будет рядом. Святослав Николаевич Рерих, сын Николая и Елены Рерих. Доводилось ли вам видеть дуб в состоянии стресса? Или дельфина, пребывающим в мрачном расположении духа, лягушку, страдающую с заниженной самооценкой, кошку, которая не может расслабиться, или птицу, обремененную обидой? Учитесь у них умению мириться с настоящим. Экхарт Толле Бутан – единственная в мире страна, в которой есть министерство счастья. Танах – еврейская Библия. По греко-христианско-русски – просто Библия. Первая часть Танаха Библии – Ветхий Завет. Это для тех, кто не задумывается над этим фактом, который никто и не скрывает, но особо и не афиширует. Танах включает в себя разделы Тора, то есть Пятикнижия, Невиим – Пророки, Ктувим – Писание. Если ты ненавидишь, значит тебя победили. Конфуций. Таланты на выжженном поле Поэт Владимир Бояринов сказал «Литература, как раньше, церковь практически отделена в России от государства». Молодому начинающему поэту от Владимира Бояринова Пушкина убили на дуэли, Маяковский застрелился сам, а Сергей Есенин в Англитере всенародным висельником стал. Под расстрел попал Васильев Павел, девкою задушен был Рубцов. Ты еще желание не оставил знаменитым стать, в конце концов? Интервью полностью в литературной газете номер 27 «Таланты на выжженном поле» Поэт Владимир Бояринов 16 июля 1928 года Родился американский писатель-фантаст Роберт Шекли Остроумный любитель парадоксов и неожиданностей Автор фантастических рассказов, романов, повестей «Почему именно фантастика?» – спрашивали его Ответ был неизменным «Только она дарит творцу полную свободу» Какой вопрос вам понравился больше всего? Мне его, к сожалению, никогда так и не задали Он звучит так «Не считаете ли вы, что писатель словно ловкий врун из известной легенды?» Я бы ответил «Да, думаю, да» Фазиль Искандер, сюжет существования «Я видел десятки, а на всю страну их миллионы несчастных людей» Одни несчастны из-за своей бедности и боязни стать еще беднее Другие несчастны потому, что разбогатели, но боятся, что не смогут усторожить свое богатство Третьи несчастны от того, что просто не знают, для чего жить И все вместе несчастны от того, что будущее страшит их хаосом жестокой бессмысленности Сюжет существования важнее всяких экономических законов Вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования Если вкладчики перестанут верить в сюжет существования банка, банк лопается Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается Дайте сюжет Дайте сюжет Бомба стоимостью в 100 тысяч долларов падает с самолета за 100 миллионов долларов Час полета которого стоит 42 тысячи долларов Чтобы убить людей, которые живут и работают за 1 доллар в день Цивилизация Для того, чтобы быть здоровым, нужны холод, голод и движение А вся цивилизация стремится к теплу, сытости и покою Люди все делают для того, чтобы умереть Порфирий Иванов Истина проходит через три стадии Сначала ее высмеивают, потом ей яростно сопротивляются И, наконец, принимают, как очевидно, Артур Шопенгауэр Из комментариев под моими видео на канале Веб-Рассказ По поводу моего видео авиамеханик обнаружил распылители в самолетах и что было потом Где говорится о химтрейлах, инверсионных следах в небе российских городов Пользователь пресс пишет Странно, в Швейцарии очень редко бывает видно след самолета Пролетают сотни, если не тысячи в день Константин Т, видимо, из Польши И по-польски то есть ТЭС на Украине Софи Римма Однажды мы ходили в поход по Южному Уралу В Башкирии Горы, лес, девяностые годы И на склоне горы посреди леса лежал большой странный камень Как фундаментный блок, правильный параллелепипед Но сверху четверть верхней грани была срезана очень ровно Как бы по циркулю, полукругом Он стоял на длинном ребре Я тогда еще подумала Фундаментный блок валяется бесхозно Но в следующую секунду стоп Как же он сюда попал? Населенных пунктов рядом нет Машина не проедет Так как склон очень крутой Вокруг лес густой Толстенные сосны, дороги нет Да и чтобы сгрузить блок, автокран нужен Руками его не поднять Ну и материал камень А, не схватившийся бетон Какое-то странное чувство недоумения и растерянности испытала Шок, я бы так это назвала Не понимаю, что за камень, как он туда попал Как фотографии в памяти остался Я в те года знать не знала и ведать не ведала Про мегалиты и пирамиды Но про пирамиды знала, что есть и все А про мегалиты даже и не слыхала А на меня тот камень подействовал так сильно Как мир перевернулся Алексей Скирко под видео Откуда столько воды с гор Непривычно Необычно Спилили как-то с отцом Два огромных тополя Росших из одного корня И в четыре обхвата каждый Что росли В низине холма на берегу ручья Было жалко их пилить Но была нужна земля А они давали огромную тень на огород Так вот Когда тополя были спилены Вода из пней с огромной силой Напором била вверх чуть ли не на полтора метра И длилось это несколько дней Представьте с какой силой Корни этих деревьев высасывали воду из ручья Дней через 4-5 Сейчас точно не вспомню Вода перестала стоять водяным столбом Над пнями И стала просто стекать по пням В сторону большого уклона среза И вот этот водопад Работал месяца два До осени Принцип, я так понимаю Такой же, как и здесь описан И, кстати, эти огромные пеньки Потом использовались Как столы для шашлыков Чем не столовые горы Если посмотреть снизу Оно, конечно, похоже на бред То, о чем тут говорят Но вот такой пример из жизни Заставляет задуматься О возможной реальности здесь рассказанного Натали, Натали Старое все настоящее Вот только додумалось, что нюхать табак полезно Он выманивает слезевик из легких И у вас никогда не будет ни кашля, ни свиста, ни храпа Ни раков легких Только табак настоящий Это же та самая лечебная трава Я очень буду рада, что кому-то помогла в его проблеме Будьте люди здоровы Алиса в стране чудес Магов, говорят, не было Сказки это А вот школы магов были С ними еще церковь боролась в средние века И в том числе и на Руси Просто погуглите на эту тему И много чего найдете Как церковь изводила магов и волшебников Называя их ведьмами и колдунами И никто этого не скрывает Но как бы этого и не было И название магистр до сих пор есть Заглянут сейчас по-быстрому в вики И напишут Наставник, учитель, ученая степень, квалификация А корень слова-то маг Ну это так, от фонаря От магического фонаря Бывают же такие удивительные совпадения Кстати, а в школах магов Какие звания были у учителей и наставников? Какие ученые степени и квалификации Не у них ли позаимствовали названия Нынешние магистры? После того, как извели как класс Магов их школа Дверь в мир мертвых Эта тема была опубликована мной 24 мая 2018 года В выпуске «Век живи, век учись» Тому, как следует жить Выпуск номер 10 Недалеко от Семинского перевала В Горном Алтае Есть одно очень интересное место До недавнего времени Остававшееся незаметным для глаз Проезжающих мимо туристов Это непонятно, как образовавшееся углубление В черной скале по форме Напоминающая дверь Высота этой черной двери Примерно 2,5 метра Складывается впечатление, что дверь выложена Из отдельных плит Кроме того, над самой дверью Виден образ некоего богатыря в шлеме Андрей Ширяев В том выпуске были другие фотографии Если захотите, пройдете и увидите Какие А Андрей Ширяев в ВК 1 июля 2018 года Дал мне другие фотографии Этого же места Вот она, эта дверь В неизвестное И здесь изображение И другие ракурсы Этой двери И даже не знаю, в кавычках брать это слово Дверь или не в кавычках Но очень так Не похоже на естественное образование И более подробные детали Этого места Вблизи Все выпуски сбору по сосенке Ссылка активная На этом все Всего хорошего Канал Веб-Рассказ Юрий Шатохин Новосибирский АКТМ Городок До свидания Субтитры создавал DimaTorzok